Никакого конфессионального многообразия тогда не было, им было проще жить. Любили они Господа, а сейчас христианских церквей, ну, если перечислять, нам где-то на час времени это и займет. Просто перечисление всех каких-то динаминаций христианских церквей. Я вспоминаю, значит, первые свои шаги христианские, ну, встречу какую-то с верующими. Ну, и была эта баптистская семья, я им говорю, ну, вот, все же, как бы сказать, церкви, они говорят, что только у них, правда, такое многообразие христианских церквей. Ну, я как-то им доверял, я говорю, ну, а где на самом деле, как вот узнать, какая из церквей, вот, она вот ближе, да, там Бог присутствует. Баптисты эти, знаете, но не стали тянуть одеяло на себя. А они сказали, слушай, дорогой, вот там церковь, где ты услышишь одно имя, очень важное имя, это имя Иисуса. И вот там, где этому Иисусу молятся, где Ему поют, где о Нем только говорят, где им дышат, и нет никакого другого имени, пред которым так бы восхищались, вот, знай, это то место, где тебе надо и быть. Вот так они как-то сказали мне в простоте, я был тогда абсолютно невежествен в вопросах веры, и это мне запомнилось, да, там нет другого имени для прославления, кроме Иисуса. И вот мне сегодня бы хотелось вот поговорить, да, о нас и наших дорогих земляках, которые называются православными. Поговорить хотелось бы вот в двух таких направлениях. Первое, как нам с ними вот контактировать, как вот нам ладить с ними, дружить, влиять. Ну и второе, может быть, направление, о чем бы мне хотелось поговорить, случается в жизни баптийских церквей, каких-то общин, такие случаи, когда некоторые наши братья и сестры, будучи, может быть, довольно длительное время в церкви, они переходят в православие, так сказать, да, это бывает очень редко. И мне бы хотелось, ну, бывает, и мне бы хотелось, может быть, так вскользь посмотреть на эти случаи, и что же вследствие чего это происходит, об этом, может быть, в нескольких словах поговорить. Но встречи с православными у нас, наверное, ну, бывают очень часто. Согласны, да? Ну, как без них? Они бывают разные, да, бывают, ну, бывает прямо, ну, восхищаюсь, думаю, что надо же, как жизнь интересна и любопытна. Иногда до того эти встречи курьезные, забавные бывают, но они так, впечатление, что они такие немножко курьезные, приходят уже там спустя какое-то время. А когда ты вот, ну, вот, именно в то время бывает, ну, совсем разные переживания. Мне запомнилось, значит, один мой, как бы сказать, такое, одно мое такое соприкосновение с православным. Мы как-то с братьями ехали за Урал куда-то благовествовать, с нашими братьями, значит, во имя Господа послужить. И ехали на поезде. А ехали, знаете, с кем? С вахтой. Ну, мужики, ну, возвращались с вахтовики, с севера. Ну, и вы где-то знаете, да, как это происходит, как они возвращаются с севера. Они там им пить нельзя, а тут им дали деньги, хорошие такие деньги, у них прямо в этих вовозьках, вот этих старых, таких, еще в советские времена, вовозьках, такие, значит, пачки вот эти. И вот там все в дыму, а они с этой водочкой по стакану разлили, даже без загусочки выпили, уснули. Поспали, поспали, проснулись, опять они, значит, эту овощку с деньгами, опять у них эта водка, разлили, и вот такая у них жизнь, день за днем. Мы попали, они уже три дня возвращались. И страшно было даже в этом вагоне находиться. Ну, они такие мужички каленые, ну, а мы, как бы сказать, баптисты, мы же тоже, ну, должны же где-то проявиться. Ну, и мы там песни Господу поем. Ну, и они поняли, значит, что, ну, с ними кто-то едет, верующий. Ну, и вот у меня беседа с одним как-то, ну, вот, наши купели, там, вот этот вот отсек в вагоне. И с одним, значит, из них беседа какая-то у меня заладилась. Он немножко протрезвел, хмель у него как-то сошел, только что проснулся. Ну, и мы так познакомились, заговорили, узнал, что верующий. Ну, и у него такое переживание сердечное. Он там в Афгане воевал, был снайпер, кровушки пролил немало. Ну, и у него такое, как бы сказать, ощущение, что, ну, вот кого-кого, ну, а его Бог не привит. Это безнадежно в его случае. И как-то так вот расположился он к этой беседе. Ну, и я как раз ему где-то и рассказываю Евангелие, что Христос как раз вот для таких безнадежных грешников, как ты, и пришел. И как раз вот он тот, кто тебя вот такой, невзирая на кровушку, что ты проливал, что ты еще натворил. Он именно тот, кто хочет тебя простить. Он именно тот, кто тебя, горемыку, ждет. Он именно тот, который на кресте сказал этому злодею, который жизнь-то прожил вот ни к чем. Но он говорит, ты, Ленин же будешь со мною в раю. И ничего этот злодей ничего в жизни не делал. Может быть, он и людей убивал, воровал, грабил. Но Христос ему говорит, ты, Ленин же будешь со мною в раю. Хотя ничего доброго этот человек и не сделал. Ну, и мы с ним, как бы сказать, разговариваем с этим человеком о том, что Бог его вот такого может принять. И где-то вот он вовлекся в эту беседу. А рядом его товарищ тоже проснулся. И он уже с водочкой, и он уже налил. Уже налил. Ну, а один, наверное, не может. Ну, бывает такое, да, значит. И он ему, этому своему компаньону говорит, я не помню, как говорит. Слушай, ну, уже пора. Выдыхается. А тот, как бы сказать, вот в этот духовный разговор вовлекся. Ему это как-то, ну, неинтересно. Он там мне какие-то вопросы задает. Я ему отвечаю. Ну, минутах 10 проходит. Мы с ним опять беседуем. А тот уже 10 минут терпел, терпел. Ну, он там не самый главный. Видно, что вот этот, значит, как бы сказать, афганец, он такой посерьезнее. И он ему опять там, слушай, ну, выдыхается. Давай, а потом будешь разговаривать. Тут вот, там, значит, сиди, молчи, мы, значит, за Бога разговариваем. Так, как-то уже так это. Ну, и все. А я смотрю, вот тот такой, ну, непоседа. Ну, хочется ему уже. Все, уже никуда, значит. Надо вопрос форсировать. И очень как-то заревновал, что его друг, ну, тут со мной, и о Боге. Ну, и что-то у него, значит, в его голову хмельную пришла, значит, идея. Как это, значит, на все повлиять. И что он делает? Ну, он берет курс на меня, идет так. Ну, у него, как у всех, у них есть, вот, значит, ну, вы понимаете, да? Крест, значит, и он вот этот крест вот так выдвигает. И на меня с этим крестом идет. И в меня, значит, вот этими глазами устремляется, дипнотизирует. Буравит такой. Значит, и вот он с этим крестом и на меня. А я понимаю, значит, ну, правила игры. Что там ему в голову пришло? А ему в голову пришло что? Он в меня, там, в мои глаза будет смотреть своими пьяными глазами. И вот, если я, значит, моргну или глаза отведу, то все. Он меня разоблачил. Кто я, значит, из себя представляю? Ну, кто его знает, откуда у него? Вот такая идея пришла. А может, в голливудских фильмах насмотрелся, там, они с чесноком, да с крестом, там, что-то тоже там куда-то наступают. И вот он пьяненький вообразил, что он тоже, значит, борец за какую-то правду и добро. Ну, как бы сказать, это все так интересно, если бы это все со стороны наблюдать. А мне-то что-то надо делать. Он в меня смотрит этими своими пьяными, свирепыми глазами. Он еще как-то вот так, ну, запугивает, в общем. Такие глаза у него, взгляд такой колючие, жесткие. И я думаю, как быть-то теперь? Или, значит, вот стараться его переглядеть? Или вот, ну, как поступать-то? Ситуация, ну, простите, глупейшая. Ситуация глупейшая, думал я, думал. Да и смотреть не в его глаза совсем, ну, неприятно. Ну, не те глаза, чтобы в них так с удовольствием смотреть. И я, значит, думаю, да что я, ну, действительно, что мне тут навязывать свои, значит, эти глупые правила игры? Я взгляд раз и... И в сторону. Ну, и все тут, как бы сказать, у него восторг, он своему приятелю, да. Вот, слушай, смотри, значит, там, значит, что крест животворящий творит. Значит, мы этого сектанта-баптиста разоблачили, кто он есть на самом деле. И я понимаю, ну, а мужички такие решительные. Они меня на детали запросто могут разобрать. И потом еще, значит, порадоваться, что Богу-то они послужили, дело доброе сделать. Значит, я Господу взмолился, значит, в своем бессилии. Ну, и как-то Бог все-таки, ну, вывел меня, мы мирно-другно разошлись. Значит, история, как бы сказать, забавная, но факт остается фактом, да, что вот бывают эти соприкосновения разные, они такие странные. И мы должны вот как-то думать, как же нам вести себя, значит, с православными, что делать. Ну, прежде всего, хочу сказать о православии, что оно очень разнородно. Не все православные такие, о которых вот мы сейчас разговаривали, да. Можно выделить, наверное, три группы православных. Первое, это вот такие православные, про которых мы сейчас упомянули. То есть, это тот, кто носит крестик, тот, кто называет себя православным, но на самом деле он считает себя православным, потому что просто он русский, а у его жизни все так и есть. Значит, на церковной службе и грех есть, и блуд, и пьянство, и сквернословие, чего только нет. На церковную службу он не ходит, каких-то религиозных требований он не придерживается, но он себя относит в разряд православных. Это вот одна категория, очень многочисленная. Вторая категория, это такие православные, ну, настоящие. Это люди религиозные, это те, кто посещает богослужения, те, кто, может быть, даже постится, что-то читает, какую-то духовную литературу. Вот это вторая категория. И третья категория, это христиане возрожденные. Вот на такие три категории где-то делят православие. Значит, с возрожденными я сразу скажу, вживую я их, возможно, с несколькими людьми встречался, но у меня только предположение, что они похожи на нас, похожи на возрожденных. Читал некоторые книги, видел по телевизору некоторых православных христиан, которые все-таки производят впечатление, что они такие же, как и мы, что они имеют Духа Христова. Но и думаю, и надеюсь, что все-таки так оно и есть, что вот эта вот категория христиан возрожденных в православии есть. Знаете, я один раз смотрел тоже передачу, неназидательная она, не советую вам, простите, помилуйте меня, что я вам, значит, такой пример, может быть, подаю. Андрея Малахова. Смотрели там передачу, как она? Пусть говорят. Вот старший пресс-фитер, он духовный, вовремя подошел и разоблачил, и все открылось. И там, знаете, была такая встреча, убили священника не так давно, какой-то или режиссер, или учился он режиссера в каком-то припадке безумия, залезал какого-то православного священника. И там была его вдова, этого священника на этой передаче, какие-то любившие этого православного священника люди. И вот знаете, вот их поведение, то, что они говорили, оно меня подвигает все-таки думать, что это люди возрожденные. Потому что, когда им задали вопрос, вот этого убийцу вдове, только-только она утратила своего мужа, прожили, наверное, немало лет, и вот вдове задают этот вопрос, вы простили убийцу? Вы способны вообще простить убийцу? Вот то, как она ответила, но она взяла это просто. Видно, что это была не игра, не маскировка религиозная. Когда она сказала, что Христос нас учит прощать, она сказала это очень похоже на то, что все-таки она его простила. Но это немножко даже шокировало всю аудиторию. Аудитория была такого лютого настроя. Ату его, распни его, разорви его. А она очень так мягко, вот в этой вот атмосфере нагнетенной, она сказала, я его простила. Это было очень, как бы сказать, так сильно прозвучало. И вот и она, и вот любившие вот этого священника люди, они сказали, ну и мы не драматизируем эту смерть. Не драматизируем потому, что мы понимаем, что мы с ним встретимся. Мы в вечном царстве Господа Иисуса Христа с ним встретимся. И они это сказали опять же, ну очень, очень убежденно в этом. Да, не потому что так нужно говорить, а будучи убеждены в этом. Поэтому вполне возможно, что вот эта вот группа возрожденных христиан, она в православии присутствует. Значит, вот православие, оно разнородно по своему составу. Да, вот есть вот эти три группы. Есть просто называющиеся православными, есть люди религиозные, и есть вот эти вот рожденные свыше. Значит, что хочется отметить в современный период жизни. Кто пришел к Господу в 90-е годы, или просто помнит 90-е годы, как вы думаете, какая группа была самая многочисленная? Ну, наверное, сейчас остается. А? Вот? Да, да, да. Вот на настоящий этап времени, то есть вот в 90-е годы, вот этих людей, которые серьезно относились к православию, придерживались каких-то там, значит, вот правил православных, в 90-е годы на самом деле их было очень немного. Сейчас наблюдается тенденция, что вот из этой группы многочисленной, ну, абсолютно никаких, да, там, только называющиеся православные, вот она уменьшается, а увеличивается число вот таких серьезно религиозных. Хочу сказать, что, ну, мы сейчас будем говорить все-таки о том, что нам нужно дружить с ними. Значит, те битвы, конфликты, самые сложные для общения люди, как вы думаете, какие? Из какой группы? Религиозные. Вот эти люди религиозные, да, мы не говорим там про возрожденных, а вот эти вот религиозные люди, такие патриоты православия, для общения они бывают очень сложны, туговаты. И если вот у этих совсем, ну, вот поверхностных христиан, вот эта вот какая-то преграда, она быстро может разрушиться, вот с этими людьми, вот тот барьер, который выстроен у них по отношению к православным, он более серьезен, да. И мы сейчас поговорим немножечко, может быть, о том, как общаться в первую очередь вот с этими людьми, более-менее системно посещающими храм православный, что-то знающее православие, чего-то держащееся. Вы знаете, сколько дней в посту надо молиться православному, поститься православному верующему? Разно. Двести. Сорок – это великий пост. А если вы всю систему религиозную, вот какую-то хотите православную исполнять, там есть всякие легкие посты, двести дней. Да, ну, я не думаю, что... Ну, вот в ту группу, может быть, входят необязательно, которые все двести дней исполняют, ну, и из них тоже есть. И вот мне бы хотелось немножко поговорить о каких-то принципах, как нам общаться вот с этими православными, в первую очередь с таким серьезным отношением, да, к православию, к религии, такие религиозные люди. Значит, и мне бы хотелось обозначить это вот таким девизом, да, может быть, так сказать. Мы должны проповедовать Христа, а не баптизм. Значит, что за этими словами я подразумеваю? Вообще, у вас есть знакомые, родные, родственники, которые вот такие серьезные православные? Есть, да? То есть у вас с ними есть вот эти контакты системные. Значит, одно дело, мы, когда встречаемся с православными, там, в маршруточке заговорили и расстались, больше не увидим. А я думаю, что серьезных результатов можно ожидать от влияния на православных, когда у нас есть вот эти системные встречи. Понимаете? Это все-таки, я думаю, более предпочтительно. И вот, значит, что значит проповедовать Христа, а не баптизм? Это и ваша внутренняя установка, и вы ее должны передать этому человеку. Это должна быть ваша заинтересованность, и вы должны показать человеку, я не заинтересован в том, чтобы тебя затянуть в нашу группу религиозную. Я не в этом заинтересован. Я заинтересован в том, чтобы у тебя с Богом выстроилось все как надо. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы должны этому человеку, он напуган, ему сказали, тебя там, значит, затянут, деньги заберут, квартиру там заберут, и прочее, и прочее. Ну, человек вот напряжен, и нужно ему, если вы искренне, ну, бывает, ну, вот такие искренние взаимоотношения, может быть, этому человеку прямо нужно сказать, слушай, я не этого ищу. Я буду радоваться за тебя, если ты приобретешь Христа в любой церкви, православной, пятидесятнической. Я переживаю за твое духовное состояние. Я хочу тебя соединить именно с Богом, чтобы в твоей жизни произошло именно вот этот вот, вот этот контакт с Богом, со Христом. Да, понимаете, вот о какой, может быть, парадигме общения я говорю. Когда мы проповедуем Христа, а не баптист? Ну, во-первых, когда мы разговариваем с этими людьми не о том, что нас разделяет, а о том, что у нас есть общее. То есть, о базовых христианских ценностях. Вы немножко понимаете, что такое базовые христианские ценности? Базовые христианские ценности – это те ценности, которые общие для всех конфессий. Ну да, вот символи веры, они где-то перечислены. И на самом деле, вот этих базовых христианских ценностей, то есть, учения об аде, о рае, о грехе, о суде Божьем, о жертве Христа, о необходимости покаяния, возрождения, все эти базовые ценности, они есть в любой учении любой христианской церкви. Понимаете? Единственное, что, может быть, отношение к этим базовым христианским ценностям отличается, но оно, может быть, похоже, как вот на… Есть у человека автомобиль, а он на этом автомобиле ездит. А у другого человека есть автомобиль, а он на этом автомобиле не ездит, он у него в гараже стоит. А? Моет без конца, да? И вот, можно сказать, что автомобиль-то у него есть, но он на этом автомобиле не ездит, не использует, да? И вот эти базовые ценности, про которые мы говорим, которых, в принципе, хватит, чтобы грешник покаялся и родился для Бога, вот эти базовые ценности, они есть в любой христианской церкви, в том числе и в православной. И вот проповедовать Христа, а не баптизм, это значит, вот, начинать разговаривать вот с нашими дорогими, близкими, именно вот об этих центральных понятиях. Иногда баптисты любят говорить о каких-то таких замысловатых учениях, очень, может быть, маловажных, непринципиальных, таких заковыристых. И на самом деле они никакой пользы для души не приносят. Вот эти какие-то вот замысловатые вещи. Нужно говорить о базовых вещах. Когда вы разговариваете с своими родными и близкими, вы будете обнаруживать, кстати, удивительные вещи. Вот у этих религиозных людей, которые выглядят довольно умными, бывает. Вы будете обнаруживать следующую вещь, когда вы будете у них спрашивать, ты веришь в ад и рай? Иногда окажется, что они, они знают, что церковь учит о существовании ада и рая, но оказывается, они об этом только знают. Но они в это не верят. Вы можете задать им вопрос, вот ты на Пасху говоришь, Христос воскрес? Как вы думаете, говорят они? Да, говорят. Говорят постоянно, а вы теперь спросите, а ты веришь, что Христос воскрес? И если Он честен с вами, вы сможете обнаружить, что Он на самом деле скажет вам, ну, а как я могу знать-то наверняка? Ну, воскрес или не воскрес? А кто там в аду или в раю был? То есть вы обнаружите, что на самом деле у них существуют пробелы в самых центральных вещах, вот в этих базовых. И вы говорите с ними именно об этих вещах, о том, что за гробом суд Божий предстоит. И вот вы будете обнаруживать, что на самом деле они в эти вещи не верят. Значит, и здесь, может быть, сразу сказать, что когда это обнаруживается, это не повод для того, чтобы посмеяться над ними. И сказать, ну, я же тебе говорил, что баптизм – самая лучшая вера. А вы там в православии все, как бы сказать, лицемеры, религиозные, неверующие. Вот так не надо делать. Надо просто, чтобы это обнаружилось. И человек с этим остался. То есть он задумался. Действительно. Я на Пасху там, значит, громче всех кричу, Христос воскрес! А на самом деле, оказывается, я же не верю, во что говорю. Я даже лгу. И вот человека просто нужно с этими вещами оставить. И вот процесс вот этого вот какого-то приближения к Богу, он бывает очень-очень длительный. Значит, я думаю, что мы проповедуем Христа, а не баптизм, как я говорил, когда мы не сосредотачиваемся на разговорах о вопросах второстепенных, малозначительных, спорных. Мы наверняка знаем, что когда мы начнем говорить про иконы, про молитвы, там, значит, святым, мы с ними поругаемся. Согласны? Тут даже, ну, это наверняка. И не надо. Уклонитесь, сосредотачивайтесь на вопросах центральных и важных для их души. На самом деле, чтобы познать Бога и пережить духовное возрождение, не надо знать Библию наизусть. Нужно знать всего лишь несколько доктрин, про которые мы сейчас с вами упоминали. О том, что грешнику предстоит суд, ад, рай, Христос, нужно покаяться. Вокруг вот этих вопросов нужно и вот сосредотачиваться. Мы проповедуем Христа, а не баптист, когда мы помогаем человеку, приобщаемый Бог к чтению Библии и Евангелия. Значит, и на самом деле это то, что признается в православной церкви, ценность Слова Божьего. Она там общепризнана. Но единственное, что читают его, может быть, не так, как мы. Согласны, да? Они его практически почти читают. Да. И вот смотрите, вы сделаете очень доброе дело, если вы будете ваших дорогих православных друзей мотивировать к чтению Слова Божьего. Скажу несколько слов из истории нашего братства. Вообще, как? Вот были три точки пробуждения. Кавказ, Петербург и, допустим, Украина. Вот нашего братства это было, значит, в 19 веке. И вот на Украине как это произошло? Православные верующие. Серьезные православные верующие. То есть те, которые ходили каждое воскресенье в церковь. Вдруг откуда-то к ним пришла идея собираться для того, чтобы читать Библию. А они стали собираться читать Библию. Не было у них никаких особых наставников и учителей. Просто сами читали Библию. И вы знаете, мы проповедуем, что Слово Божие, оно оказывается могущественное. Оно имеет какую-то силу просто, если ты его читаешь. Обычные сельские мужики собирались, читали. И это привело, значит, к чему? Они из Библии увидели, что, оказывается, в их жизни чего-то не произошло, что должно было произойти. Это покаяние, рождение свыше. Оказывается, они чего-то держатся, каких-то религиозных вещей, про которые в Библии не написано. И вот они через чтение Слова Божия стали, вот как мы сейчас называемся, евангельские христиане-баптистские. То есть они стали жить по Евангелию. Они собрали все иконы. И принесли эти иконы в храм. И батюши говорят, мы прочитали из Библии. Это не обязательно. Это не нужно. Это в одной деревне так поступили. А в другой деревне знаете, как поступили? Собрали все эти иконы, вынесли их на центральную площадь, растоптали и сожгли. Как вы думаете, кто лучше поступил? Я согласен с сестрой, да, что первые, они поступили мудро, они поступили мудрее, они не пошли на какой-то конфликт, да, они уважение проявили. И вот это немаловажный момент, когда мы уважаем этих людей, когда мы их святыни не оскорбляем, когда мы не кичимся своей духовностью, когда мы невысокомерны. Я хочу сказать, такой секрет, прием, который я практикую. Их нужно еще хвалить. Знаете, вот я верю, вы можете спорить со мной, я верю, что в любом человеке можно найти, за что их похвалить. Вы знаете, православных можно похвалить. Их можно похвалить даже за то, что... Они бывают... Ну, во-первых, они говорят о Слове Божьем, о его ценности. Они свидетельствуют, что Бог есть. Они, допустим, в нашей стране сейчас, вот то, что вот это явление, там, ювенальная истиция, вот эти вот, значит, одобрения однополых браков, что у нас это не прошло, они тоже вложились там немало. Я думаю, их можно похвалить иногда за некоторую честность. Они говорят, что есть у них вот эта тенденция к обрядоверию. Покойный патриарх Алексей сказал, ну вот мало, что вы там свечки ставите, то другое делаете, нужно родиться свыше. Это они говорят. На пасхальное богослужение два года назад патриарх Кирилл сказал, в России очень много людей, которые называют себя православными, но, к сожалению, очень мало тех, кто имеет веру, которая изменила их жизнь. За это можно похвалить. Я думаю, за то, что они проповедуют какие-то нравственные ценности в нашей стране, тоже можно похвалить. Но я думаю, что это позиция сильного. Позиция слабого – это всегда ругать оппонента, всегда находить какое-то, значит, за что можно зацепиться. А Давид, помните, Саул, чего он только от него не претерпел. А умер Саул. А он что-то доброе нашел сказать. Я думаю, это позиция сильного иногда отметить что-то хорошее и доброе. Так выстраиваются взаимоотношения. Но в этом понятно, что нужно расти. Как их похвалить, если они нас не хвалят? Но на самом деле иногда даже они о нас одобрительно отзываются. Есть священнослужители, их немного, но и они одобрительно отзываются об аптечных. Кто из православных священнослужителей вам симпатичней? Или тот, кто об аптечествах, как о сектантах и мракобесах говорит? Или тот, кто говорит, что это святые люди, они живут нравственной жизнью, они те, кто любят Библию. Кто для вас симпатичней? Вот даже патриарх говорил, это наши братья в пиджаках. Приятно? Но я думаю, посмотрим это с другой стороны. Что им приятнее, когда они слышат, что мы только вот их, значит, тут по полочкам, значит, вот их разбираем, или же когда мы находим в них что-то доброе, что нас объединяет. Я думаю, это важно их хвалить. Значит, на самом деле православие очень разнородно. Там чего только не встретишь. Значит, есть, так сказать, народное богословие. Это или какое-то упрощенное церковное богословие, или даже какие-то языческие верования, которые вот даже официальная церковь православная, она отгородится. И внутри самой православной церкви очень много разных богословских школ, которые иногда, может быть, не во всем согласны, в каких-то деталях расходятся. Есть так называемые частные мнения. Вот, наверное, многие из вас слышали вот об этом популяризаторе современном, и он очень известен на просторах России, Осипов Алексей Ильич, насколько мне известно. И вот смотрите, он говорит о каких-то базовых христианских вещах, которые и мы принимаем, о каких-то вопросах, которые официально признаны православной церкви. Но у него есть какие-то взгляды, за которые его не порицают. Хотя они где-то расходятся, может быть, с официальным мнением православного Совета. Ну, допустим, он отвергает, что обряд крещения имеет какое-то спасительное значение, и он необходим для младенцев. Вот, думаю, на революционное заявление для православия. Он сомневается, что во время причастия хлеб и вино, молекулы хлеба и вина, превращаются в реальное тело Христовы и кровь Христа. Он об этом говорит. И здесь даже мы, как бы сказать, но не против же, да, против такого. Он говорит еще такие вещи, где, ну, я думаю, мы не согласимся. Он говорит, что вечные муки на самом деле не вечные. Они не бесконечные. То есть грешник немножечко там в котле покипит, покипит, а потом все спасутся. Ну, он это говорит. То есть его не осуждают. Это как некоторое мнение, которое там у них, значит, где-то признается право существования. То есть православие, оно очень разнородное. Они бывают... Недавно улыбнуться меня заставила, значит, такая шутка. Они даже вот к этому почитанию святых реликвий, они тоже, ну, относятся, ну, бывает, ну, как бы сказать, ну, не серьезно относятся, да, но вроде бы как признано, что это нужно. Они тоже, бывает, над этим улыбаются. Тут, когда привозили-то вот эти святыни удивительные, великие, поиск Богородицы, что там еще было? Вот, еще что-то удивительное, да, вот очень много разных таких вещей. И вот я попал, значит, в интернете на одну такую дискуссию, значит, на сайте одного православного священнослужителя. И там шуточка, как раз связанная вот с этими реликвиями. Они сомневаются, что они и на самом деле этот поиск Богородицы, какое-то отношение к Богородице имеет реальное. И вот там такая шуточка, значит, любопытная. Вот у этих специалистов по вот этим реликвиям святым, они там собрались, ученые мужи, и один делает, значит, сообщение. Сейчас в мире есть, значит, существует 10 голов Иоанна Крестителя. И добавляет. Но подлинными из них являются только 3 головы. Значит, они могут улыбнуться, то есть над всеми вот то, что наблюдается, и разнородно в православии. Значит, что бы мне хотелось сказать, еще, может быть, говоря о том, что мы проповедуем Христа, а не баптизм. То есть мы говорим о каких-то базовых ценностях и наблюдаем, как это очень постепенно... На самом деле, я наблюдал, так Бог сделал, мы с женой... Мы не стремились к этому. Мы бы даже, если бы знали, мы, может быть, избежали бы как-то это. Нас Бог как-то поместил. Это было такое решение квартирного вопроса. Мы жили рядом с моим дядей и тетей. Они уже в пожилом возрасте, окно в окно. Мы получили квартиру такую, в домике рядом. Нам пришлось, как бы сказать, на них влиять. Тетя с двумя высшими образованиями всегда работала руководителем среднего звена и считала себя настоящей православной. И мы их посещали в течение нескольких лет. И я просто... Я думал, ничего не произойдет. Я так наблюдал, у них в доме появилась, наконец-то, Библия. Она у них лежала на очень видном месте, но я понимал, что она у них... Она просто у них, да, стоит, они ее не считают. Проходит год-два. Я, опять же, посещаю их. Они меня как-то попросили ее почитать. Проходит месяц-два. Я прихожу к ним, они говорят, мы, тетя, мы там с Иваном Степановичем прочитали вот это. А как это понимать? Обнаружится, что они уже на ночь постоянно ее читают. И вот несколько лет умирала она от рака. Она осталась православной. Похоронили ее по православному образцу, но я уже ей вот на закате, я говорю, Светлана Андреевна, и последний раз, может быть, увидимся. Давайте помолимся. У нее уже сил нету, худенькая, маленькая. И вот я думаю, ну зачем заставляю человека уже, сказать, угасающего молиться? И вот она начала молиться. А она молилась. Молиться можно по-разному. А она молилась, как мы. То есть это как ручеек. Вроде бы сил нету, говорить нету. И вот она с Господом заговорила. И там такой уважительный разговор с отцом. И такая уверенность, понимание, куда она идет, куда она направляется. И это льется, льется. Это не речевка такая, знаете, какая-то запрограммированная. Это был разговор такой. Но я уже, я не думал, что это может произойти. Хотя у нас были вот такие эпизодические разговоры. Для меня было откровение. Она вроде бы серьезно православная. Обнаружилось ее евангельское невежество. Прямо по простым очень вопросам. Постепенно, постепенно. И я за то, чтобы вы настраивались на процесс. Мы иногда почему-то хотим в один день покаять грешника. Вспомните свой путь к Богу. У вас все равно же были какие-то встречи, какие-то размышления. Вы брали эту Библию, открывали два стиха, прочитали. Так спать хочется, да? Закрывали ее, на год откладывали. Потом опять за поем прочитали главу, подумали. Вот это да, вот это есть для меня. Опять на год отложили. Это процесс. И с ними это тоже процесс. Иногда, знаете, очень какой-то у них прорыв бывает, когда вот Библия им открывает какой-то, может быть, даже пустячок. Раз наблюдал, тоже вот одна такая, ну, религиозная дама, женщина. Ее мучило знать что. Пустяк. Она говорит, я не смогу с Богом там серьезно вот все-таки выстраивать взаимоотношения. Это где-то вот из православной культуры, с такого народного, наверное, богословия. У нее такая мысль, мучила ее, наверное, несколько лет, где-то и к Богу тянулась. А мысль такая, говорит, ну, это же Богу, чтобы быть посвященной, это же значит, с мужем нельзя. Ну, вот где-то она уловила это. И оказывается, вот, и вот был прорыв. Я говорю, вот, не с мужем нельзя. Вот, а вот как раз вот если ты пренебрегаешь своими супружескими обязанностями, Библия говорит, что это как раз ты делаешь грех. Да, вот такая вот, вот, мучила ее. Да, вот, и казалось, пустячок. А после этого я наблюдаю, она уже семимильными шагами пошла, и у нее вот были определенные вот изменения. Слово Божие на какую-то нужду ее сердце дало ответ. И оказалось, она зря тут мучилась, томилась эти годы. Оказалось, все просто с Господом. Нет никакой сложности. Она где-то понавыдумывала, где-то усвоила что-то. Много еще, может быть, можно говорить, упомяну, а может быть, о некоторых факторах. Наблюдал, что очень редко баптиисты, пережившие возрождение, переходят в православие. Три причины. Первая, вы знаете, братьки и сестрички, они покоряться не хотят, а мы же, когда они не покоряются, непослушные, мы что им говорим? Ай-яй-яй, да? Согласны? Они этого слушать не хотят, и они начинают искать, ну, там, где им этого не будут говорить. Ну, какую-нибудь церковь, где вот можно жить как хочешь, и никто тебе, ну, не скажет. Ну, и понятно, что в православии условия для этого все-таки бывают. Это вот одна причина, про которую мы много не будем говорить. Вторая, которую я встречал, тоже не буду задерживаться, на ней есть и там вопрос, может быть, мы поговорим отдельно. Вторая причина, это когда у кого-то умирает родственник, муж, дети, и мы, как евангельские верующие, как-то почему-то понимаем, что они будут не там, где мы хотели бы быть, понимаете, да? Ну, по каким-то... мы же понимаем, кто где окажется, или нет? И вот они, столкнувшись с этим разочарованием, они начинают как-то сильно переживать. А в православии есть очень успокаивающее учение, что если ты не стал здесь рабом Христу и умер, то есть средства. Внутри православной церкви, там нужно кое-что сделать на третий день, на девятый, на сороковой и еще. И есть надежда. Нередко вот это вот учение, оно не подкрепляется Библией, но оно, вот как-то бывает, люди реагируют. Третий пример, значит, увлекаются православием из-за какой-то вот такой детальной проработанности. Богословие там встречается, может быть, каких-то... вот есть какие-то там определенные моральные требования, и кто-то обнаруживает привлекательность православия именно в какой-то вот духовной высоте. они нередко и нас обвиняют, и, может быть, не совсем беспочвенно, то, что, ну, а что они эти баптисты? Ну, не курят и не пьют, и женам не изменяют. А где вот этот подвиг духовный? А где высокие какие-то порывы? Где вот, ну, вот что-то такое? Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, перестали пить, курить, и что такого? А где вот что-то вот высокое христианство? И вот кого-то увлекает именно какое-то вот такое, значит, вот это вот проработанное богословие, оно действительно там, может быть, встречается, и вот такие вот что-то еще. Я хочу сказать, что вот та простота, которая у нас есть, евангельская, она на самом деле, она... она эффективна, она приносит результаты. Пришел этот дядечка с пропитыми мозгами в православный храм, а он, ну, и с чем он сталкивается? И не поймешь, кто главнее? Иисус, Мария, Никола. Матрена, Серафим Саровский, Сергей Радонежский, он жену свою, как зовут с утра, вспоминает ее имя с трудом, а тут столько сразу всяких там сложных вещей. Это все проработано, веками выработано, а что происходит, когда он приходит, ну, к нам? Вот со своими мозгами, которые как там они вот... Клей они нюхают, с солью чем-то там они, значит, травятся. У них там две извилины, и они работают, ну, не слаженно. А у нас, в принципе, ему горемыки на пальцах разъяснят, как тебе стать Божьим человеком, вот такому, с твоим, в таком... То есть вот эта простота, она эффективна. Мы обнаруживаем, что люди, их жизнь, она меняется, вот именно из-за вот какой-то простоты. А у них она, вот такая замысловатость, на самом деле, результатов никаких, ну, я, по крайней мере, серьезно изменивших свою жизнь людей в православии не встречал. Может быть, вы встречали, вот так вот, живую, и часто. И вот эта простота, она на самом деле, может быть, хороша и полезна. Опять, иногда вот эта вот замысловатость богословская, изощренность, она иногда даже как-то так гибко обходит вот простые какие-то истины Слова Божьего. Опять, значит, историю расскажу. Хорошо, что здесь нет членов моей церкви почти. А нет, историю раз 30 слышали, вас можно... Вам можно рассказывать. Значит, кончилось у нас служение в церкви. Я выхожу, ворота открыты, ну, и там какой-то, значит, путник идет. Путник такой тоже, какой-то, наверное, время много свободного. Под шофе и, значит, с оленем. Даже не с оленем, а с головой оленей. Знаете, вот есть олени такие, с рогами на стенах висят. И вот он, значит, с этой головой оленя, и почему-то у этого оленя один рог. Один обломанный, один вот такой. Шел он, значит, ну, такой немножечко, выпивший с этим, значит, с рогом, с оленем, мимо дома молитвы. Ну, и шел бы он себе мимо, и пусть Бог его бы благословил. А у нас здесь вот на беду, значит, ворота открыты, и я здесь. Ну, ладно, я там, братья, сестры. Почему-то он именно меня увидел. Что там, значит, может быть, я постарше всех, да, в очках, и самый такой безобидный, или что. И он ко мне. Ко мне, ну, и, значит, напирает. А? Ну, да. И, значит, напирает. Говорит, слушай, ну, как вы так, значит, веру отцов, православие, предали, продались, значит, американцам, немцам. И прямо штурмом меня берет. Ну, так, вроде бы, в рамках, ну, все равно неприятная ситуация. Здесь братья и сестры, пастор церкви, надо, значит, как бы сказать, вроде бы, и держать. А там, ну, даже не знаешь, как с ним, значит, еще ему ответить. Так он еще и на язык, гораздо там найти, что сказать. Вы видите, такой. Я и так, и это. И он все, значит, предатель, и то такое. Ну, я ему, значит, рассказываю просто свое свидетельство. Иногда, на самом деле, самое лучшее, может быть, что, что следует сказать, это вот свидетельство. В поведенном фарисеи спрашивали этого слепорожденного, там. Вот тот, он говорит, да я не знаю всего, вот знаю одно. Был слеп, а теперь вижу. Ну, иногда в безвыходной ситуации приходится рассказывать. Был слеп, а теперь вижу. Ну, я ему рассказываю, значит, свое свидетельство. Ну, вот был такой, ну, и вот такой узел был в жизни. Я понимал, что сам не развяжу, люди не развяжут. Если есть Бог, а вряд ли Он есть. Но, 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 если есть, Он может, да. А мне смысла уже нет жить, потому что вот, вот так вот, да, вот, вот, вот так, по горло, да. Ну, и стал я Бога искать, именно Бога. Ну, где Его искать? Пошел в православие. Ну, что там в православии, значит, там это все, это сложно. Спиной к иконостасу, значит, не повернись, что-то там не то. Вот надо какие-то жития святых. Я думаю, да пока я это все выучу, мне не это надо, мне Бог нужен, который сейчас в мою жизнь придет, что-то вот, значит, разберется. Ну, были знакомы, в православный храм я пришел, значит. Ну, и там как раз, вот, как бы сказать, вот, с Иисусом, с Богом я встретился. И этот узел Он мне развязал. И другой, и тысячу, и сейчас развязывает. И моя жизнь, значит, поменялась. И я зачем, ну, вот, от доброго, да, вот, здесь, как бы сказать, я встретил Бога. Он действует моей жизни. Зачем я от доброго куда-то еще пойду? Рассказал ему свое свидетельство. А он не успокаивается, штурмует меня и штурмует. Ну, я думаю, я говорю, слушай, ну ты со стороны на себя посмотри. Ты вот пьяненький такой, с этим оленем. Я тебе, ну, вот, рассказал, что вот был такой, а сейчас вот такой, как бы сказать, ну, вот, адекватный. Разговариваю с тобой, ты пьяный с оленем, и меня еще получаешь. Ну, не выглядит ли это как-то, ну, не так. Он говорит, я думал об этом. Я думал об этом. Ну, оказывается, все, он уже там заранее говорит. Я, говорит, об этом думал. И он пошел, я, говорит, я пошел за советом к батюшке. Говорю, батюшка, ну, как так? У меня столько, значит, этих знакомых, там, наркоманы, пьяницы, злодеи. И вот они там у баптистов, у пятидесятников ходят, значит, в церковь, и совсем другие, и не пьют, и не курят, и женам верны. Значит, вот такие там, у этих, значит, у сектантов. А я, как бы сказать, хожу в православие, а я вот у меня все, ну, на своем месте. Батюшке такой вопрос задал, что такое, значит, они там сектанты вот были, я их тоже четко знаю, мы с ними с детства, значит, они вот изменились, а у меня этих перемен нет. А батюшка-то был из ученых, наверное. Он богословие это изощупленное, там, их учат в семинарии. Ну и батюшка ему говорит, слушай, что ты расстраиваешься, я тебе объясню, почему так. Ты-то идешь правильным курсом. Поэтому дьявол тебе, вот, значит, и мешает, он тебе усложняет. А они-то дьяволы уже свои, он их и не трогает. Значит, батюшка ему объяснил. Объяснение такое, как бы сказать, ну, нормальное, да? Нормальное, всех устраиваю. Но вот со словом Божьим оно не состыкуется. Слово Божье как раз говорит, если ты идешь нормальным курсом, то греха не должно быть в твоей жизни, да? Кто во Христе, тот новое творение, древнее, прошло, теперь все новое. То есть масса стихов, что если ты идешь нормальным курсом, достиг Бога, то твоя жизнь должна измениться. А если ты идешь неправильным курсом, то грех тебе эти условия, да, и диктует. Рожденный от Бога не грешит, он хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. А само по себе, как сказать, богословие, ну, вот, он предложил любопытное. Ну, и вот эта вот простота, да, то, что, то, что, то, что может быть наше богословие вот такое простое, на слове Божьем основываешься, оно дает плод и результаты, должно нас успокаивать и понимать, что от добра, добра, добра не ищут, да. И вот на какую-то привлекательность, православие, пленяться, да, сохранить нас Господь, да. Мы там, где нужно, там, куда нас Господь поместил. Ну, есть у нас такое время для каких-то вопросов. Семинар, это как раз подразумевает вот какие-то разговоры, вопросы. А то я вас утомил уже целый час, заговорил. Сейчас у вас есть возможность поговорить, да. Разговор. Разговор, ну, мы разошлись мирно. Я цел остался. Слава Иисусу. Я цел остался. Но иногда нам просто нужно свидетельствовать. И может быть даже это плохо закончится как-то так. Но вполне возможно это приведет к каким-то результатам. Есть такие свидетельства. Когда-то апостол Павел в Иерусалиме был. И иудеи захотели там, ну, стали его обвинять, что он в храм привел какого-то язычника. Схватили его. И вот он стал им говорить. Не стал он там умничать что-то там, а стал просто рассказывать, как Христос пришел в его жизнь. Он стал рассказывать, что шел он там в Дамаск. Хотел он этих христиан убить, там, растерзать. И явился ему Христос. И говорит, Павел, Сава, Сава, что ты гонишь меня? Рассказал им, что Христос явился там ему в Иерусалиме. Кое-что проговорил. Сказал, здесь тебя не услышат. Я посылаю тебя проповедовать язычникам. И вот он свидетельствовал о том, что Бог пришел в его жизнь. Как он с ним общается. И какая была реакция. А они говорят, не должно жить такому, таковому. Его нужно истребить от земли. Ну и так может закончиться. Но иногда свидетельство, оно сглаживает и снимает напряжение. Когда же мы начинаем умничать, нередко напряжение возникает. Когда мы в простоте говорим о том, что Бог реально в нашей жизни совершил. Это влияет на людей, может быть, даже сильнее, чем наши какие-то умные речи. Да. Ну ладно. Спасибо, Галина Григорьевна. Смотрите, я думал, что, может, вопрос у кого-то будет. Дорогие, смотрите, или, может быть, мне бы хотелось, знаете, еще что, может, сейчас нам скажут все, мне бы хотелось вот что еще, дорогие, чтобы мы помолились, да, помолились вот за народ наш, за российский, за наши личные свидетельства, чтобы у нас было время для этого. Давайте один-два вопроса, да, Тамара Михайловна. Стоит общаться с подругой, которая ушла на православие, она говорит, что я не посещаю, но вообще стоит поддерживать отношения. То есть она ушла из церкви, и она ушла православие. Значит, все зависит от детали, как она ушла из церкви. Она попросила, ее благословили, иди в кучу, иди в кучу, иди в кучу, иди в кучу. Если она мирно ушла из церкви, это может быть один вопрос. Если ее отлучили, то понятно, я за то, чтобы выдерживать дистанцию с такими, потому что это решение церкви, ну, и по слову Божьему, предполагает это решение соответствующее поведение и какое-то разумное дистанцирование, без перебора, без фанатизма. Это в случае, если было отлучение. Если же это мирный уход, ну, почему бы не поддерживать какие-то взаимоотношения? Мы же люди дружелюбные должны быть, христиане. Христос ел с мытарями и грешниками и дружил со всеми. Да, сестра? Ага, хорошо. Я здесь, вот, как бы сказать, такой совет простоты. Значит, вот эти вопросы, они все известны. Про умерших, про иконы. Значит, за несколько тысячелетий это богословие проработано, подкреплено очень светлыми головами. Я бы, вот, ну, моя рекомендация, будучи самим утвержденными, да, что, ну, вот это не то. Ну, вы выдержите с правильным пути, но спорить, разговаривать об этом, может быть, и не следует, потому что это приведет к какому-то спору, ссори. Я бы, да, потому что на самом деле это может быть удел богословов, они умные головы, у них есть что там ответить на этот библейский отрывок. То есть, мы же, как бы сказать, читаем одну Библию, но Библию можно истолковать по-разному, да. У нас с вами же тоже есть, наверное, какие-то разномыслия по какому-то библейскому отрывку. Кто-то вот так, говорит, вот так надо это понимать, а выглядит, и нет, по-другому. Поэтому здесь, может быть, зрелому христианину следует как-то вот, да, тем более, если это священнослужитель, это человек, с которым, ну, может быть, священнослужитель баптистский, ну, может поговорить как-то мирно, но это человек ученый, то есть он найдется, что вам ответить, даже если вы какой-то аргумент найдете, он все равно это как-то обойдет. И я бы за то, чтобы, знаете, в простоте верить. Опять же, мудрость такая, знаете, православная. Здесь такое выражение. Ну, когда мы знакомы, разговариваете с умным человеком, он красноречивый, вот вы говорите правильно, а он раз, финдал, и обошел вас как-то там. И вы думаете, вроде бы, как они говорят, вроде бы, вот чуешь, что бесовщина, а не могу объяснить, да, понимаете? И иногда вот Дух Божий, он в нашем сердце говорит, это неверно, нам какие-то выкладки, и по Библии, знакомого нет там, кто-то говорит, и пьют Библии, один библейский стих, и другой. И вроде бы так прислушиваешься разумно, а внутри что-то тебе, ну, не то, да? И я так понимаю, что очень многие искренние Божьи люди, они внутри имеют вот это вот свидетельство, да, Духа Божия. И он говорит, да вам даже учитель не нужен, потому что помазание, которое у вас, оно вас всему научит. И вот столкнувшись с какими-то красноречивыми там вот этими мужами, богословские, они там, богословское обучение получили, вы на их аргументацию можете растеряться, не сможете там сообразить. Иногда такое бывает, да, не нашли сказать, время прошло, думаешь, о, так я бы мог бы и так, и могла бы и вот это. И здесь, я думаю, не напрягаться, говорить вот об этих базовых вещах. Особенности рождённых свыше, если вы уверены. Ну, и что вы его? Мы же его, ну, пусть он там в православии, служит Богу. Будем иметь надежду, что, знаете, там в Писании есть такие стихи про разных благочестивых царей израильских. Они, их сердце было вполне предано Господу. Они служили, как отец их Давид. Ну, и они ещё приносили жертвы на высотах. На ком вам, да, это? То есть, всё делали правильно, но вот на высотах ещё что-то вот жертвы приносили. И вот этот нюанс, понятно, что Бог не одобрял. Будем надеяться, что эти рождённые свыше, их сердца преданы Господу, но они ещё приносят эти жертвы на высотах. Поэтому я бы не связывался вот в эти богословские споры, если вам до какого-то своего утверждения нужно. Масса литературы есть. И там приводятся их какие-то аргументации и какая-то другая. Но вот при личной беседе, это вопросы очень сложные, они замысловаты, они требуют определённой подготовленности, я думаю. И, как правило, это просто будет спор, где никто не окажется победителем. Вот это приведёт вот к этому. Павел говорит, вот сейчас мы читали, второе, Тимофея, вторая глава, «Словопрение не приносит пользы никому, ни тебе, ни с тем ты споришь». «Словопрение, там подразумеваются религиозные споры». Я думаю, вот да, говорить о том, что нас объединяет, а не о том, что нас разделяет. Это залог какого-то мирного диалога и вот такой вот курс. Как правило, все конфликты из-за того, что мы оцеживаем комара какого-то, да, ну, в богословской какой-то сфере. И зачем это? И к чему это приводит? За лучшее вот именно держаться вот эти, того, что нас объединяет. Еще древние христиане сформулировали этот принцип в главном единство, во второстепенных вопросах терпимость, во всем же любовь, да. И вот этот принцип, я думаю, его нужно держаться. Ну что, дорогие, помолимся за наших земляков, дорогих, у кого есть такое дерзновение за то, чтобы нам достигать наших родных, близких. Давайте мы помолимся. Благодарность Тебе, Небесный Отец, что Ты судил нам жить и в этой стране, среди этого народа. Благодарность Тебе, Господи, что Ты дал нам познать истинного Бога и Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, как Спасителя. Благодарность Тебе, Господи, что Ты хочешь, чтобы мы в Духе Твоем Святом через Слово Твое так вынесли эту благость, благою вес людям, окружающим нас, Господи, чтобы и они могли познать истину и в этой истине прославить Тебя, потому что Ты достоин, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Наш Господь, мы обращаем тебе и благодарим, потому что мне позволило родиться на те, которые вы славите и решили, и все на себе. И все знают, что мы делим насильник и истинный, освященничество. И сотрудничество от них, которые еще на Более не были, но пользуются твои и другие, которые мы охраны, защищены твоими, для каждого из нас, чтобы нам у вас Бога не верят, и чтобы Россия, и все на себе. Господи, желаю, и тебя, и все на себе. Аминь. Господь мой Бог, мой, я славный, поклоняюсь только Тебе, Боже, и благодарю, Господи, что когда-то Ты мне открыл Истину Твою, Боже, и по вере, Господи, я пришел к Тебе, Отец, и ты принял меня. И прошу, молю Господи, благослови нам доносить Истину за людей, ведь никто не спасает ни православные, ни конфессии, ни пятидесятники, ни мы в аптисстве, Господи, а спасаешь Ты, Христос, дорогой, возлюбленный мой Бог. Благослови и нас, Господи, говорит о Тебе, ибо кто призовет имя Твоё, тот имеет спасение. Благослови нам быть верными Слову Твоему и доноси их до других людей во славу Твою, во спасение человеков. Господь и Бог, наш Отец и Небух Святой. Аминь. Господь и Бог, наш Отец и Небух Святой. Господь и Небух Святой. Аминь. 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 И он их молодцы и долгенок вопросов и позд TD. Господь мой Бог, благодарю Тебя и славлю, что Ты меня в этой церкви нашел, у баптистов, Господь, я благодарю Тебя и славлю, что из Твоей руки получил прощение грехов, получил спасение, получил жизнь вечную, Господь, благодарю Тебя, Господь, за Твои великие дела в моей жизни, и Ты из мертвых оживил меня и поставил на служение себе. Господи, вот дай мне мудрость и дай терпение, потому что живем в православной стране, окружают нас люди, кто называет себя такими, Господи, но не знают ни Тебя, ни Твоего Слово, Господи, и чтобы я в мудрости, в простости, в смирении относился к таким людям, Господь, дай мне их возможности и способности, Тебе за все Бог, слава, аминь. 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 Аиминь. Продолжение следует... 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 Благослови, чтобы как можно меньше было, может быть, пустых разговоров, пустых споров Через которые и мы расстраиваемся, и люди напрягаются И мы молим Тебя, даруй нам вот этой мудрости, от Тебя в этом Мы надеемся и молимся о великом евангельском пробуждении в России, Господь Мы надеемся, что эти религиозные люди, которые дорожат какими-то обрядами, они будут дорожить Тобой, Христос, Тебя встретят Молим Тебя за всех живущих в нашей стране, за богатых, бедных, образованных и необразованных За преступников и злодеев, наркоманов, пьяниц и таких обычных грешников, Господи Молим Тебя за пожилых и молодых, Господь, наполняй церкви Твои, Господи, где Дух Твой Святой владычествует Молим Тебя также и за наше братство баптистское, за его развитие, Господь Я также свой голос к Тебе, к тому, кто есть любовь, кто милосерд, кто человеколюбив Также, Господи, мы молим о мире на Украине, Господь, чтобы между нашими братскими народами Вот это напряжение возникшее, оно пошло на спад, чтобы ненависть злоба Господи, как-то на спад также пошли, не умножались, Господь Тебе все это приносим, благодарим Тебя, что на этом месте мы можем хвалить Тебя, славить И далее молим Тебя, чтобы милость Твоя нас сопровождала Не оставь, не покинь нас, наш милосердный Слава Тебе, величие Бог, наш Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Слава Иисусу, дорогие Аминь Слава Иисусу